Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару, посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда идет, сам не зная куда. Так начинается сказка Александра Сергеевича Пушкина о попе и работнике его балде. Сюжет сказки поэт услышал в детстве от своей няни Арины Родионовны. Произведение полное веселой иронии против скопости и глупости. Написано акцентным стихом с парными рифмами, стилизованными под раешник. Впервые сказка была напечатана в 1840 году Жуковским. По цензурным причинам издатель заменил попа на купца Кузьму Остолопа. Только через 42 года сказка была напечатана по рукописи автора. В 1941 году учебное педагогическое издательство Нарком Проса выпустило в свет сказку Пушкина на ненецком языке. Иллюстрации нарисовал художник Тарасов перевел произведения Антон Петрович Пырерко, первый ненецкий ученый-лингвист, переводчик, фольклорист и литератор. Редактором книги стал Григорий Давыдович Вербов, лингвист и этнограф. Еще будучи студентом Ленинградского университета, в 1928 году он ездил в экспедиции на острова Новая Земля и Колгуев, изучал быт и фольклор ненцев, кочевал с красным чумом. Заведовал учебной частью в Наринмарском педагогическом техникуме, переводил на ненецкие учебники и произведения ненецких литераторов. В 1945 году Вербов стал редактором сказки о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина, которую перевел на ненецкий язык Пырерко. Через год типографии управления издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета по заказу Министерства просвещения РСФСР книжка тиражом 8 тысяч экземпляров была издана на двух языках – русском и ненецком. Произведение написано особым, легким для восприятия стихотворным размером – четырехстопным хореем, который сближает произведения с народными напевами и колыбельными. Сюжет сказки «Приключения Салтана», «Сына его Гведона» и «Распрекрасной царевны» учит храбрости и настойчивости, показывает, как важно всегда быть честным и следовать зову своей мечты. Именно поэтому у сказок Пушкина много читателей. Сегодня эти книги на ненецком языке хранятся в отделе севера Ненецкой Кружной библиотеки имени Печкова.